Парам-пам-пам. Ребят, всем привет, это Дава Дым. И сейчас у нас будет довольно-таки нестандартный выпуск. Я не назову это обзором, а скорее всего, наверное, какой-то эксперимент и тест. То есть тест-драйв определенного сервиса, о котором я сейчас расскажу. Короче, я недавно нашел информацию, что в Ростове-на-Дону открылась франшиза Huka Go. Это франшиза от франшизы Tanger's Lounge на доставку кальянов на дом. Учитывая нынешнее положение с этим коронавирусом, то такие вещи набирают популярность. И так как негде покурить кальян, хотя есть плохие места, где можно покурить кальян. Но все равно же все предпочитают сидеть дома и пользоваться какими-то услугами по доставке кальянов на дом. Есть куча сервисов, но нам интересен именно Huka Go. Почему? Потому что это проект, о котором недавно шумел весь интернет. Все кальяные телеграм-каналы, все группы ВКонтакте. Ну и, конечно же, это Артем Синяков и Кирилл Глушенко, кто придумал и ворвался с этой темой на франшизном уровне. Так вот, суть нашего эксперимента сегодня будет в чем? Все. Мы сейчас с телефона зайдем на их сайт и попробуем все это заказать. Притворимся, что мы полные нубасы и ни хрена вообще не понимаем в кальянах, что у нас дома тоже ни хрена нет, кроме того, что я могу самостоятельно сам разжечь уголь. И угля у меня тоже нет. Посмотрим, что они нам предоставят, потому что как таковой сайт я не смотрел. И как работает сервис, я тоже не знаю. Так что мы находимся в Ростове-на-Дону. Я живу примерно в 20 минутах езды от центра. Не быстрой, а такой медленной ездой. Так, давайте, собственно, смотреть, что у нас есть. Сейчас вырублю запись экрана. И вот сюда сейчас буду все это выводить. Так что будем вместе с вами сейчас все это разбирать. Давайте смотрим. Я уже изначально открыл Huka Go Ростов. Так, смотрите, что у нас есть. Как выглядит, собственно, сайт, что у него есть ассортимент, аренда кальянов. Так, ага, зомби-апокалипсис товары есть, напитки. Все и все для них. Фруктовые чаши, ассортимент. Погнали. Так, нам нужно что? Нам нужна чашка. Ага, здесь только фруктовые чашки. Окей, давайте смотреть, что у нас есть. Смотрите, помыло 800 рублей. Это только за фрукт 800 рублей? Или 800 рублей вместе с наполнителем, да? То есть, ну, а что я буду курить? Окей, сейчас разберемся. Грейпфрут стоит 800 рублей. Гранат стоит 900 рублей. И ананас стоит 1000 рублей. В принципе, так как мы смотрим, как это все работает, давайте посмотрим, как нам соберут ананас. В принципе, денежек у меня хватит. Так, да, мы вроде все выбрали. Терем-пырым, терем-пырым. Так, есть Apple Pay. Доставка. А, кстати, можно еще с Танжирс Лаунжа в Ростове все это забрать. Так, мы выбрали. Так, пока мне немного непонятно, как все это закончить. Аренда кальяна. Так как у нас ничего нет, давайте посмотрим. В предложение входят кальян, чаша, шланг, плитка, щипцы, колаут. Может, такие одноразовые 10 штук. Аренда кальяна на сутки. В принципе, что нам и нужно, да, потому что как бы, ну, дольше юзать их кальян нам нет смысла. Залог 5000 рублей плюс фото документа. Так, 1000 рублей. Ух ты, на 24 часа 1000 рублей. То есть, это получается, давайте добавим. Нам это нужно. Все, короче, я думаю, сейчас с табаком как-то мы решим. Так, давайте введем имя. Дава. Телефон. Плюс 7. Тререм, тререм. Так, предпочтение по вкусу. Что-то среднее, свежее. Так, доставка курьером. Забьем все это под калаут. Адрес доставки. Так. Промокода у нас нет. Погнали, отправляем заказ. А, все, сейчас с нами свяжется менеджер. И мы уже, собственно, попробуем с ним поговорить по громкой связи. И большой вопрос касаемо этого всего. Это касается дезинфекция. Дезинфекция, ёб твою мать. Дезинфекция. И как все это, собственно, нам сейчас этот курьер привезет. Зайдет ли курьер к нам домой и разогреет ли он мне угли, соберет кальян и наполнит ли его воду, непонятно. Посмотрим, как будет себя вести курьер. Главное, чтобы курьер попробовал меня не узнать. Алло. Так, у кого? Что-то со связью было. Меня зовут Данил. Вы сделали заявку на ананас. Да, я заказывал. На ананасовую чашу, да. И кальян. Кальян вам на день или на сутки? На день. На день. На день. Так, ананасовая чаша. По вкусу что-то среднее, свежее, правильно? Да, среднее, свежее. Я, на самом деле, не очень шарю в кальянах. Поэтому было бы круто, если бы вы мне все сразу привезли, потому что у меня максимум, я могу только угли разогреть. Там вот сразу запятая чашка. Единственное, что будет нужно делать, это собрать кальян. Там просто крутить нижнюю погружную шанту. А какие кальяны, там, не знаю, Эми, Альфакер, какие там они у вас есть? Кальян у нас на доставку, это Таргет и Мэдпир. О, Мэдпир слышал, давайте Мэдпир. Хорошо. Так, по вкусам еще уточню, что-то свежее, что-то фруктовое, цитрусовое, ягодное, может, десертное? Нет, что-нибудь такое цитрусовое, ягодное, свежее. Цитрусовое есть, то что не курите вообще? Нет, нет, курю все, в принципе, ну, не было такого. То есть, курю так мало, что не знаю, что нельзя курить. Ладно, хорошо, так. Хорошо, способ поплаты наличные? Да, наличные будут. Хорошо. Тогда так, угольки у вас, мы в чашечки положим, угольки у вас все будут. Каллауд в комплекте калья найдет. Курьер, как бы будет подъезжать, он вас наберет обязательно. Вот. В принципе, я думаю, что... А, еще так же хотел сказать. У нас идет предложение к Мэй. Идет подарок, скажем так, чай. Ой, я думаю, откажусь. Я больше предпочитаю какие-то напитки прохладительные, что-нибудь такое кальяну, нежели чем чай. Может быть колу? Да, можно будет, в принципе, колу. Она у вас 0,5 литр. Стекло. Давайте стекло, ага, да. Пооблатуем. Так, и могу еще предложить антисептики, либо маски? Я думаю, нет, антисептики, да, ну я понимаю, да, да. Вот это крутая идея, спасибо, но масочки у нас тоже пока есть. Хорошо. Так, единственное, что, как Курьер подъедет, нужно будет показать удостоверение личности, кого-либо паспорт, он его сфотографирует, чтобы с коленом ничего, скажем так, не случилось. Все, хорошо, да. Все, без проблем, понимая. Как Курьер выйдет, мы вас наберем. Все, спасибо большое. До свидания. Ну, короче, комментирую. В принципе, в целом все доступно объяснили. Из моментов дополнительные услуги, напитки, чай, какие-то акции на доставку, это тоже прикольно. Учитывая, что у ребят есть антисептики и маски, но я, к сожалению, не узнал цены на эти антисептики и маски. Да и хуй с ними, да, как бы мы чисто сюда пришли за кальяном. Поэтому давайте ждать Курьера, посмотрим, как он все это доставит, и потом уже разберем, как это все будет происходить, и покажем, какую чашку и какой ананас нам привезут. А самое главное, как все это будет куриться на отъебись. Типа, все забери и не надо нам больше ничего. Давай пока, давай бабки, до свидания. Либо будет нормальная, доступная, хорошая чашечка. Поэтому, ребятулечки, пока ставьте лайк и можете написать в комментариях такие моменты, как доверяете ли вы таким доставкам или нет. А если вы пользовались уже услугами Хука Гоу в Ростове либо в Санкт-Петербурге, то просто напишите, насколько это круто, либо насколько это хуево и провально эта идея. Так, ребят, маленькое обновление. Сейчас 20-27, мы заделали заказ в 20-10. То есть прошло 17 минут, мне позвонили сервис Хука Гоу и сказали, что мой заказ готов. И примерно в течение 10-15 минут курьер, то есть с моим кальяном, будет уже у меня. По первым впечатлениям, очень быстро. Даже еду с ресторана, которая находится здесь за углом, блядь, с Макдональдса, довозят дольше. Не расхваливаю, не нахваливаю, потому что я не знаю, что приедет за чашка и как все это будет куриться. Так что давайте ждем курьера. Так что сейчас, думаю, будет уже интереснее. Так что ждем, 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 когда курьерчик с нашим ананасиком, со средним табачком, цитруса свежим, приедет. Сейчас открою дверь, секундочку. Так. Открылась? А, все, открылась. Так, приехал курьер. Давайте сейчас мы технично попробуем снять все это на телефон. Вам не тяжело там? Здрасте. Вот документики. Так, перчаточка. Все правильно? Да. Ага, все. Так, залог я вам сейчас перед вам. Так, объясните, что там, как? Смотрите, нужно будет собрать кальян, распаковать ананас от пищевой пленки, вытащить салфетку. То есть он полностью готовый, заливать ничем не надо? Да, все готово. У вас будет в комплекте угли и на подарок тоже возьмите. Все, я понял. Ага, хорошо, давайте сейчас вам залог передам. И все. Так, как мы видели, все это нам доставила девочка. Скорее всего, это кальянчатка Танжирс Лаунжа. И никакой нахуй не курьер. Это даже гораздо лучше, гораздо приятнее. А еще я прочитал на сайте, что все деньги, заработанные с Хука Гоу, ну, не все, какая-то часть большая, да, а идет на зарплату сотрудникам Танжирс Лаунж Ростов-на-Дону. Так, что к нам приехало? Давайте, собственно, разбирать. К нам приехал вот такой вот основной пакет и к нам приехал кальян вот в такой вот сумочке. Давайте, собственно, смотреть, как это все у нас выглядит. А с этой сумочкой такое ощущение, как будто я этот, знаете, приехал в Москву на заработки. Хотя так и есть, да? Так, открываем, смотрим, по-быстрому почухаем. Так. А, да ну нахуй. Охуеть. Ребята, блядь, это просто гениально, блядь. Это реально просто гениально. Так, давайте подобьем по ценам. А аренда кальяна 1000 рублей, на сутки. И ананас вместе с табаком 1000 рублей. Плюс кока-кола там где-то 150-100 рублей. И 5000 я отдал залогом. То есть, по факту, все это мне обошлось в 2000 рублей. На самом деле, чуть дороже, чем покурить в кальяной. Так, ну, здесь классический мэтт пир. Очень-очень хорошо помытый, в принципе, без запахов. Как будто новый, но он не новый. Ну-ка, проверим диффузор. Ну, блядь, да ебываемся же, да? Давайте доебем сюда всего. Короче, даже в резбочках ничего нету. Да, прям абсолютно охуительно помытый кальян там. Ой, Хука Гоу в Ростове привозит. Так, что касается шланга. Водичка капает. Это значит, что он помытый. Запахи есть, но они вообще ничтожны. То есть, сразу видно, что обработаны. Так, щипцы. Все, что нужно. Классическая чашка, как ребят, тоже ростовские ребята, Фокс. Так, мунштуки. Мунштуки с Мокету. Так, и, собственно, колбочка у нас идет капелька прозрачная, чистая. Пахнет ничем нихуя вообще не пахнет. Так, да? Что у нас еще по карманам? А, ага. И самое главное, калаут. Калаут идет без крышечки. В принципе, да нахуй она нужна. Тем более, если я нуд, то мне вообще крышечку нельзя давать. Так, это у нас все. Что у нас касается кальяна. Но вот это, сука, гениально, блядь. Я-то думал, что сейчас придется ну по сценарию мне типа греть все это на плитке газовой, да, то есть и пиздец. Но все максимально продумано так, чтобы ты просто не чувствовал себя долбоебом. Так, идем к самому главному. Что у нас здесь есть? Так, какая-то памятка, а инструкция по работе с фруктовой чашкой. Вот, собственно, фруктовая чашечка. Ой, инструкция, я вам сейчас ее поближе сниму и вот тут вот покажу. Так, о, нихуя себе. стикер-пак, то есть охуенный стикер-пак. Уже вот этим стикер-паком я какую-то сумму отбил от того, что я потратил. Так, собственно, моя кола. Это у нас угли, идут фольгушечки. Так, чтобы вы не думали нахуй, что это реклама и прочее, то вот он чек официальный, за что я, в принципе, здесь заплатил. Я его тоже сейчас сниму вам поближе. Так, ага, и самое ценное это у нас идет ага, это тема гречка, кстати, прикольная. Никаких наркотиков, гречка. Малышки, я творю. Так, это у нас идет сам ананас. Давайте откроем, посмотрим его исполнение. Главное не испортить. А, нихуя себе, я понял. У нас полностью забито ананасик, ананасик свежий, могу сказать, по листьям. Ну, в принципе, хуялем будет не свежий-то, да? Все это замотано в стретч-пленку и, по крайней мере, пока меня это нихуево радует. Прям пиздец, пиздец. Единственное, но это, скорее всего, моя была личная ошибка. Прям очень-очень моя личная ошибка. Она связана с тем, что я не заказал, какой именно табак я хочу и не узнал, какие табаки у ребят есть и что они могут не забить. Ну, я чувствую здесь Дейли Хуку и вот что черное, к сожалению, я не знаю. Бля, короче, не определен. В принципе, все окей. Мы все собрали, так что, ребятки, давайте я сейчас пойду все это замострячу, разожгу все на своей плиточке, ихнюю плиточку юзать не буду и покурю на их кальяне, но потом тоже его хорошенечко-хорошенечко помою и все вкладу аккуратненько, чтобы завтра они приехали и забрали все. так, короче, собрал я мы пирчик, все идеально чисто, прям даже салфетками, сука, проверял, ну, лишь бы-то что-то доебаться. Короче, что я сделал? Колу я оставлю. Я не стал использовать их плитку, я не сомневаюсь в ее работоспособности, я не стал использовать их калау, дабы и потом не накидывать ребятам работы, очистка и прочее. Хотя я за это все заплатил, да? Ну, на, герзы. Поэтому и щепцы свои я использовал, но ананас использую их. Короче, давайте сейчас поставим все это греться и подведем маленькие итоги и по всему остальному. тот самый момент, когда Дава курит на фрукте. Погнали раскуривать и смотреть, насколько круто в Танжирс Лаунж забивают ананас. Во вкус угадали. Прям нормально. Правда, вот со свежестью немного переборщили, но это уже мое личное предпочтение и в последнее время непереносимость суперновы вообще. Давайте, подводим итоги. Короче, стоимость. В общем, мне все это обошлось не считаем Кока-Колы в 2000 рублей плюс залог 5000, который возвращается. Чтобы нам это заказать, нам нужно, чтобы у нас в кармане было 7000 рублей, из которых 5000 мы потом себе вернем обратно. Что я получаю? Я получаю быстроту, то есть, в принципе, мне этот кальян привезли даже, возможно, быстрее, чем в Ростове в некоторых кальянах делают кальян, когда ты сидишь в зале. Привезли полный комплект, и мне не нужно ломать голову, как разогреть угли и все остальное. Все у меня есть. Пометка у меня есть. Самое главное, фиксальные чеки, то есть, любые чеки у меня тоже есть. А это гарантия того, что ребята работают честно, и как бы, ну, все пиздато. Чек у меня есть в случае чего я смогу, наверное, за что-то предъявить. Как все упаковано, тоже очень круто. Как завтра заберут у меня кальян, я не знаю. Скорее всего, либо я сам позвоню завтра, чтобы забрали пораньше, либо они приедут ровно через 24 часа, то есть, примерно в 8 вечера они будут у меня. На все про все с момента заказа, с момента звонка оператора мне, прошло 35 минут, и я уже по факту сижу и курю хороший кальян у себя в Ростове дома, поэтому я считаю, что это совсем недорого, и как хотел я немного трэша, хотел немного подъебываться, не получилось, да и хуй с ним, ребятам пожелаю хорошей работы, и самое главное, что ребята какую-то большую часть с этих 2150 рублей пойдет ребятам на зарплату, а я полностью это поддерживаю, и если мне вдруг захочется покурить на фрукте, то я конечно же обращусь в HukaGo, и маленькая пометочка, это нихуя не реклама, так что ребятки, всем пока, это HukaGo, новый проект от компании Tanger's Lounge, Ростов-на-Дону, заказывай себе кальян домой на фруктик, блядь, ананасик, пойду докурю сейчас, вам начнем, реальзмом, ceed с и вверх, блядь, неградь, опять, кальян неградь, вверх, мы что обре своими логами, можно сделать, это логами, дь